приветствую вас смотрите какая получается история непонятно кому вы задаете свой вопрос если вы задаете вопрос в разделу например этот эрике вот про судьбу это одно там я думаю вам подсказывать про то зачем вы встречаетесь с ним вот и так далее с точки зрения психологии именно с точки зрения психологии ситуация складывается так к сожалению ситуация складывается так что вы перекладываете ответственность себя за то что вы делаете подсознательно например на судьбу то есть то есть вы являясь зависимой любовно от человека бессознательно вы решаете действия которые приводят вас к нему и считаете и считаете что за это ответственно судьба судьба хотя это ну не так явно не так явно не так вот я вот вот хочу и хочу чтобы вы это поняли для себя судьба судьба действия ни при чем абсолютно дальше значит в моей жизни есть человек но мы с ним не общаемся какой человек почему не общаетесь я когда раз пытаюсь его забыть что именно забыть то есть забыть это просто избежать убежать это вот звучит так ну вот в вашем описании да это звучит так что я пытаюсь просто убежать от человека я пытаюсь просто сбежать я не хочу ничего делать да допустим я просто вот и сбежать я не знаю что мне делать да вот как бы ну с ним да я не знаю что мне делать со своими числами поэтому я хочу убежать вот я пытаюсь сбежать но у меня ничего не получается потому что каждый раз да каждый раз значит он о себе напоминает ну так забыть то невозможно понимаете если вы ничего не будете делать со своими чувствами если вы не разберетесь в себе то вы так и будете пытаться снова и снова сбежать вот потому что избегание не решает проблем к сожалению да все так какой нибудь человек обязательно напомнит мне о нем это не очень понятно что значит какой нибудь человек обязательно напомнит вам о нем какой человек чем напомнит что вы имеете в виду под этим что напомнит вам скажет скажет про него что-то или своим видом напомнит напомнит и то есть ну вы допустим везде видите этого человека вот то есть тут тут вот не совсем понятно что вы что вы имеете в виду дальше так сегодня он мне позвонил я понимаю что чувствую к нему что-то меня к нему тянет что именно чувствуется чем чем он вас притягивает давайте разберемся ну как бы я не пытался забыть его жизнь как будто специально насталку ну опять принес ответ на что я не понимаю только зачем зачем а не зачем не зачем в этом нет никакого смысла в этом нет никакого скрытого смысла в этом нет никакого скрытого смысла не я понимаю что вам хочется чтобы смысл был но его нет с точки зрения психологии с точки зрения психологии с точки зрения психологии если он чего-то хочет он подсознат он всегда с этим сталкивается вот если человек хочет Знаете, вот бывает такая история, да, что, например, например, вот человек, там, допустим, ну, грубо говоря, да, все время у него неудача, ну, вообще в жизни, вот, все время у человека неудача в жизни, вот, постоянно, прямо, да, вот, и, как бы, он не понимает, вот, человек, наверное, не понимает, почему, почему у него постоянно неудача, ну, как же так, я же стараюсь, там, что-то делаю, а неудача в жизни происходит, почему, для чего мне это, а не для чего, человек просто хочет, ну, да, человек стремится к нему, человек что-то делает, чтобы они, ну, неудачи были, это неудачи, это все, и все, и все, понимаете, и все, неудачи просто есть в жизни такого человека, понимаете, они ему для чего-то нужны, неудачи, они ему что-то дают, если неудачи, вот, что именно дают, это уже другой вопрос, но они ему что-то дают, так же и вам, вам это что-то дает, то, что вы, вот, встречаетесь, что-то вас, ну, периодически, вот, скакивает, вот, и я понимаю, что вам кажется, что это происходит, мистическим образом, но нет, если вы проанализируете, как следует поведение, если вы возьмете на себя ответственность, то вы увидите, увидите, что происходит, вот, увидите, что вы нуждаетесь в нем, потому что у вас есть определенное желание, вы увидите, что у вас есть определенная потребность в человеке, вот, и вы увидите, что вы хотите ее реализовать, вот и все. То есть, в какой-то степени, все прочее, чем вы думаете, с точки зрения реальности, но, несколько слочнее, я несколько слочнее, именно, вот, с вашей позиции, то есть, это внутри вас происходит, это ваше представление о себе, это ваше потребностное светое, это ваши чувства, вот, это то, что вы недополучили, ну, например, в своей родительской семье, допустим, это, возможно, ваш страх одиночества, это, возможно, ваша потребность, там, допустим, в родительской любви, в чем-то еще, вот, и в некотором смысле, это сложнее, да, это сложнее, потому что тут уже нужно работать, вот, над, над этими вещами, вот, над причинами зависимости нужно работать, вот, смотри, какая история, вот это, а, поиск, поиск мистического смысла, ну, вот, так, как вы это делаете, это тоже вам помогает, это тоже вас защищает, это тоже спасает вас от реальной работы над собой и от того, чтобы выйти из этой ситуации, выйти из этого состояния, чего вы не хотите, вот, по разным причинам, вы можете считать, что вы этого не должны, вы можете считать, что это единственный способ быть, там, счастливой, счастливой, например, или что-то еще, вот, поэтому определите для себя, чего вы хотите, по факту, чего именно вы хотите, определите, пожалуйста, и уже, вот, исходя из этого, да, уже можно будет о чем-то говорить, уже можно будет говорить о том, как вам помочь и что можно будет для вас сделать, ну, например, да, потом это вот, вот и все. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Небольшой такой будет у меня по скриптам, да, значит, вот смотрите, вы пишете, значит, жизнь как будто специально нас сталкивает, я не понимаю, зачем он говорит, что у него нет ко мне никаких чувств. Вот как это связано? То, что жизнь нас сталкивает, то есть у вас нет, у вас, у него нет к вам никаких чувств, а ваши чувства откуда тогда? То есть вас, наверное, что-то связывает с этим человеком. Давайте разберемся с тем, что именно, вот. Ну и Ангелина все-таки вот, к кому вы обращаетесь, к психологам или к эзотерикам, какой помощи хотите получить. Еще раз удачи вам, всего доброго. Всего доброго.